Всем привет! Меня зовут Катерина. Добро пожаловать на мой канал, где я доступна и на примерах рассказываю о турецком языке. В сегодняшнем видео я сделала подборку турецких глаголов, которые нужно знать для начального уровня, то есть для уровней А1 и А2. Здесь также будет много пояснений о функциях вспомогательных глаголов и их дополнительных значениях. Поэтому, если вы уже владеете крепкой базой турецкого языка, то это видео будет также полезным и для вас. Я часто слышу от своих студентов, что турецкие глаголы очень трудно запоминаются, так как они все похожи. Однако сегодня я помогу вам разобраться со сложностями турецких глаголов и понять, какие у них есть дополнительные функции. Буду рада, если вы также напишите в комментариях, как вы запоминаете турецкие глаголы и в чем связаны трудности у вас. Под каждым видео вы можете найти информацию о моем сайте, мой имейл и инстаграм для записи в групповые, а также индивидуальные занятия. Оставляйте лайки под моими видео и обязательно подписывайтесь. Итак, начнем с глагола gitmek. Глагол gitmek. Ити. Чаще всего мы видим именно такой перевод в словарях. Глагол gitmek может употребляться в направительном или в исходном падежах. Помните, что глагол gitmek – это не только идти, но и ехать, то есть, в принципе, передвигаться в каком-то направлении. При употреблении этого глагола в «шимдики заман», «гиниш заман» или «джек заман» буква «т» в глаголе озвончается и переходит в «д». К примеру, «Богюн акшам театруя гидиорум». «Богюн акшам театруя гидиорум». «Сегодня вечером я иду в театр». «Богюн акшам театруя гидиорум». Кстати, для вашей личной практики и тренировки произношения будет здорово, если все примеры вы тоже будете повторять. Каждый год я езжу с мамой на каникулы в Испанию. Завтра мы пойдем в музей. Глагол «гельмек» употребляется в направительном падеже. «Приходить». Глагол «гельмек» может значить как «приходить», «приезжать» и вообще «пребывать». «Богюн измере гидиорум». «Сегодня я приезжаю в Измир». «Иди прямо по этому проспекту и слева ты придешь к почте». Этот глагол также имеет значение «происходить». То есть в тех случаях, когда мы говорим «откуда мы родом», мы тоже употребляем глагол «гельмек». Употребляем как с конкретными географическими названиями, так и с административными единицами. К примеру, «беларустан гельёром». «Я родом из Беларуси». «Кючук биркёйден гельёром». «Я родом из маленькой деревни». Глагол «алмак» – «брать» или «покупать». Когда мы употребляем глагол «алмак» в значении «брать», то чаще всего мы его употребляем в винительном падеже, добавляя к слову, к существительному аффикс винительного падежа, то есть аффикс «ы-и-у-ю» или с прокладочной буквой «е». Или неочевидный винительный падеж, когда мы этот аффикс не добавляем. К примеру, «букитабы аллёром». «Я беру эту книгу». В данном случае мы употребили винительный падеж. Но в тех случаях, когда мы употребляем глагол «алмак» в значении «покупать», то этот глагол требует употребления исходного падежа, то есть падежа, который отвечает на вопрос «нереден» – «откуда». К примеру, «букитабы маазадан алдам». «Я купила эту книгу в магазине». И в турецком языке мы говорим «из магазина». «Нереден букитабы алдам». «Букитабы маазадан алдам». «Я купила эту книгу из магазина», то есть в магазине. «Алмак», кроме этих значений, может также употребляться и в переносном значении. К примеру, «отнимать», «вакита алмак», «отнимать время» или, наоборот, «принимать», как «хаб алмак», «принимать таблетки». Вот такой небольшой совет. Если вы еще пока не знаете, как что-то сказать на турецком или сомневаетесь, какой правильный глагол употребить с тем или иным существительным, лучше свериться со словарем, для того, чтобы знать, есть ли для этого слова устоявшийся глагол в турецком языке. Всегда помните о том, что не все выражения, которые мы употребляем в нашем родном языке, переводятся буквально или дословно на турецкий или вообще любой другой язык. Посмотрим еще примеры. «Мы купим мороженое для тебя». Я хочу купить подарок для своего парня. Глагол «вермек» – «давать». «Адресыны банаверирмисын?» «Дашь мне свой адрес?» Этот глагол может быть и вспомогательным глаголом, как, например, в следующих сочетаниях. «Сөз вермек» – «обещать». «Отвермек» – «отдавать совет», «советовать». «Геривермек» – «возвращать». А также может употребляться и в переносном значении, как в следующих примерах. «Я даю вам еще один выбор». «Я даю тебе один час». Глагол «ябмак» может употребляться как самостоятельно, то есть, например, «Сынины чин хэр шеи епарым». «Я сделаю для тебя все». А также в устоявшихся словосочетаниях существительными, как, к примеру, «семизлик ябмак» – «делать уборку» или «убираться». «Ямек ябмак» – «готовить еду», «готовить». «Кахвалты ябмак» – «завтракать». «Я не завтракаю каждое утро, но пью кофе». Получается так, что для этих слов, к примеру, в русском языке, есть просто один глагол. Но в турецком мы употребляем «ябмак» в связке с существительным. То же касается и глагола «этмек». «Этмек» – это тоже «делать». Кстати, и тот, и другой глагол – это «делать». К примеру, «Тэшэкюрэтмек» – «благодарить». «Тэшэкюрэтмек» – «благодарить». «Риджаэтмек» – «просить». «Риджаэтмек» – «просить». Только если мы говорим о сочетаниях с существительными, то обычно «ябмак» или «этмек» закреплен за определенным существительным, чтобы образовать глагол. За редким исключением, одно и то же существительное может сочетаться как с тем, так и с другим глаголом. К примеру, «завтракать» на турецком можно сказать как «кахвалтый апмак», так и «кахвалтый этмек». Помните, что у таких универсальных глаголов, как «ябмак» или «этмек» есть множество неосновных значений, то есть не только значение «делать». Как пример, глагол «этмек» может употребляться в значении «стоить». Например, «Букитап качли райдер». Сколько стоит эта книга? Сколько лир стоит эта книга? В общем, помните о том, что «ябмак» и «этмек» – это вспомогательные глаголы, которые могут быть действительно универсальны и имеют много разных значений как в самостоятельном, так и в сочетании с существительными. Глагол «сэвмек» употребляется с винительным падежом. В данном случае мы можем задать вопрос «неисэвмек» или «кинисэвмек». Любить что? Любить кого? Но может употребляться и в значении «нравиться». То есть, когда вам что-то нравится или не нравится. К примеру, «сэнисэвюэрум» – «я люблю тебя». Мне совершенно не понравилась эта книга. Смотрите, мы всегда говорим «может иметь значение». Что вообще это значит? Это значит, что в нашем языке уже есть какое-то устоявшееся выражение, но в турецком языке мы будем переводить это, к примеру, другим глаголом. Поэтому важно запоминать такие моменты в турецком языке, что какое-то слово мы должны употреблять именно с этим глаголом. Глагол «нефретэтмек» – «ненавидеть». К счастью, глагол «нефретэтмек» имеет только это значение – «это ненавидеть». Но при этом у него есть другая изюминка. Этот глагол всегда требует употребления исходного падежа. Это вопросы «нейдэн», «кимдэн» и «нэрэдэн». К примеру, «тэмизліктэн нефретэдэрэм» – «я ненавижу уборку». «Тэмизліктэн нефретэдэрэм». «Комшуларым издан нефретэдэрэм» – «я ненавижу наших соседей». Глагол «анламак» – «понимать». Чаще всего этот глагол употребляется в винительном падеже. «Сыни анламак чок зор». «Тебя очень сложно понять». «Буну нэдэнэни нэ анламэрэм». «Я не понимаю причины этого». Глагол «бильмек» – «знать». Также чаще всего употребляется с винительным падежом. «Буну бильмэрэмсун?» «Ты знаешь об этом?» «Ты знаешь это?» «Буну бильмэрэм». «Я не знаю об этом?» или «Я не знаю этого?» Глагол «эйренмэк» – «учить», «изучать», «узнавать». Глагол «эйренмэк» может иметь значение не только учить, но и узнавать. К примеру, «тюркче эйренёром». «Я изучаю турецкий», «я учу турецкий». «Буну ениэрэндэм». «Я узнал об этом только сейчас». Глагол «окумак» может употребляться, к примеру, с винительным падежом, но и также в местном падеже. В винительном падеже этот глагол означает «читать», но в местном падеже этот глагол может иметь значение «учиться», то есть «учиться где-то». «Я не китабы мы окуёрум». «Я читаю свою новую книгу». «Университэ де окуёрум». «Я учусь в университете». Глагол «язмак» – «писать». «Язмак» может употребляться с разными падежами, к примеру, в винительном падеже, в направительном падеже, то есть «кому писать» или в местном падеже «где писать». Также в исходном падеже «откуда писать». Например, «сана я зарым». «Я напишу тебе». «Айлеме бир мектуб я зарым». «Я пишу письмо своей семье». «Динлемек» – «слушать». «Я не слушаю плохой музыки». «Я слушаю тебя, но ничего не понимаю». Глагол «демек» – «демек» – «говорить», «сказать», а также «значить». К примеру, полезное выражение, которое есть как в русском, так и в турецком. Немного сленговое выражение. «Сана дедимя» – «Я же тебе говорила», «я же тебе сказала». И в переводе «значить» – «бунедемек». «Бунедемек» – «что это значит?». «Сан недемекистюрсун». «Что ты хочешь этим сказать?». «Бунудемекистемедем». «Бунудемекистемедем». «Я не хотел этого говорить», в значении «я не это имел в виду». «Конушмак» – «разговаривать», «говорить». Чаще всего глагол «конушмак» подразумевает наличие еще одного человека или нескольких лиц. «Шуанда конушамэрум». «Шуанда конушамэрум». «Сейчас я не могу разговаривать». Кстати говоря, чаще всего глагол «конушмак» употребляется в инструментальном падеже, то есть «с кем», «с чем». «Сынинле конуштум» – «я говорила с тобой». Глагол «анлатмак» – «объяснять». «Сана хэши анлатырым». «Сана хэши анлатырым». «Я все тебе объясню». Кстати, в турецком языке есть устоявшееся выражение. Этот глагол употребляется еще так. «Анлатабильдимме». По сути, это значит «я смогла объяснить» или «я смог объяснить». Но это значит «понимаешь ли ты». Но турки говорят вежливо «смогла ли я объяснить» или «смог ли я объяснить». Глагол «душенмек» – «думать». «Сыни душеньюрум». «Я думаю о тебе». И, кстати, обратите внимание, что здесь мы не употребляем предлог «о», то есть «думать о ком» или «о чем». В турецком языке с этим глаголом допустимо просто сказать «неидушеньюрум» или «кимидушеньюрум». «Я думаю о ком» или «я думаю о чем». И мы можем сказать «цени душеньюрум». «Я думаю о тебе». Или, к примеру, «бэнда бунудушендюм». «Бэнда бунудушендюм». «Я тоже об этом подумала». «Я тоже об этом подумала». Глагол «бэклемек» «Бэклемек» – «ждать». «Сени эвингеришинде бэклёром». «Я жду тебя на входе дома». «Сени ики саатр бэклэдик». «Сени ики саатр бэклэдик». Мы прождали тебя два часа. И часто вы можете увидеть такое выражение, например, на турецких чеках или где-то в магазинах. То есть, приходите ещё, что переводится буквально как ждём снова. Приходите к нам ещё. Глагол чалышмак. Работать, а ещё пробовать. Пробовать что-то сделать. Я работаю каждый день. Я каждый день работаю. Акшамары чалышамам. Я не могу работать по вечерам. Я не могу работать по вечерам. Я попробую это сделать. Динленмэк. Отдыхать. Ищтен сонра динленмэк истинь. Ищтен сонра динленмэк истинь. После работы я хочу отдохнуть. Автосонунда ийдже динлен. Автосонунда ийдже динлен. Хорошенько отдохни на выходных. Излемэк. Смотреть, но ещё и наблюдать. Именно этот глагол мы используем в значении смотреть кино, фильм, телевизор. И мы говорим... Бэн телевизион излемэк истюэром. Бэн телевизион излемэк истюэром. Я хочу посмотреть телевизор. Билликте бирфилим излились. Билликте бирфилим излились. Вместе мы посмотрим фильм. Акшам футбол излились. Вечером я смотрю футбол. Или я планирую смотреть футбол. Ачмак. Открывать. Ачмак. Открывать. Обычно мы открываем что? То есть винительный падеж. Ачмак. Открывать. Я открыла дверь комнаты. Можешь открыть бутылку воды. Капатмак. Глагол капатмак. Закрывать также употребляется с винительным падежом. Закроешь окно. Но кроме этого, глагол капатмак может также употребляться и в переносном значении. Закрывать. К примеру. Буконую артек капатмак стеорум. Буконую артек капатмак стеорум. Я хочу уже закрыть эту тему. Эдемек. Платить. Емейми зэчин патронун эдэди. Бэн эдемедюм. Твой начальник заплатил за нашу еду. Я не платил. Емейми зэчин патронун эдэди. Бэн эдемедем. За нашу еду заплатил твой начальник. Я не платила. Глагол сээхатэтмек. Путешествовать. Обычно мы говорим нереэ сээхатэтмек. То есть куда путешествовать. Направительный падеж. Нереэ направительный падеж. Аэ сээхатэтмек. Бусэне я не бирь ульке сээхатэтмекистерум. Бусэне я не бирь ульке сээхатэтмекистерум. В этом году я хочу попутешествовать в новую страну. На выходных я путешествовала, то есть ездила в Каппадокию. Но также сээхатэтмек может значить и посещать. То есть мы можем сказать сээхатэтмек, Каппадокия сээхатэттим. Значит, я посетила Каппадокию. Глагол ичмек. Пить. В турецком языке мы пьём кого что. Винительный падеж. Чай, яда кахве и чармисен. Чай, яда кахве и чармисен. Ты выпьешь чай или кофе? И да, кстати, помните о том, что в турецком языке суп мы пьём, а не едим. Поэтому в турецком мы можем сказать Я съем суп. Больше я ничего не хочу. Запоминаем, что в турецком мы говорим То есть есть два одинаковых слова, но при этом Емек – это еда, а второе слово Емек – это есть, есть еду. И мы говорим Мы где-то поедим. Дышарыда, когда мы говорим в турецком языке слово дышарыда, это значит где-то вне. То есть мы предполагаем, что мы поедим где-то в ресторане. Если вы владеете английским языком, то слово дышарыда в принципе полностью соответствует слову outside. Но также помним и о том, что глагол «гёрмек» может употребляться в переносном значении. К примеру Ярчек лери гёрмек истемьор. Он не хочет видеть правду. Ярчек лери гёрмек истемьор. Он не хочет видеть правду. Якомак. Глагол «якомак» – мыть. Обычно употребляется с винительным падежом. Не и и и камак. Мыть что? Или мыть кого что? Винительный падеж. Табаклары ben yikarım. Табаклары ben yikarım. Я помою посуду. А раба мы и камак истёром. А раба мы и камак истёром. Я хочу помыть свою машину. Темизлемек. Чистить. Ты здесь приберёшь. Не правда ли? Ты здесь приберёшь. Не так ли? Сегодня я не смогла убрать квартиру. Как вам сегодняшнее занятие? Было ли это занятие полезным для вас? Узнали ли вы для себя сегодня что-то новое? Обязательно жду ваши комментарии. Расскажите о том, понравилось ли вам сегодняшнее занятие. А также пишите о том, какие правила или грамматические моменты турецкого языка для вас остаются непонятными. Мы обязательно можем разобрать их в следующих видео. Не забудьте поставить лайк под этим видео. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, а также на мой Instagram. Ссылка находится под описанием к этому ролику. Харкесе и гендарш. В родном языке могут быть другие. Кузя, кс-кс-кс-кс-кс-кс. Кузя, кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Ну, иди сюда, давай. Чего ты мяукаешь? Ну, иди в окошко посмотри. Ну, иди сюда. Иди сюда. Продолжение следует...